От комментариев подсудимые отказываются, адвокаты запрещают делать подсъемки. Эти кадры все, что удалось успеть снять до начала судебного заседания. Оно прошло за закрытыми дверями. По словам стороны обвинения, в деле 18 пострадавших о сумму ущерба еще предстоит установить. Предварительно она колеблется от полутора до четырех миллионов рублей. Потерпевшие обращались в агентство недвижимости за предоставлением либо займа под залог недвижимого имущества, либо за переоформлением данного недвижимого имущества. Но путем обмана их вводили в заблуждение. Они оформляли договор о купле-продаже. При этом они платили проценты и долг по договорам займа. Агентство мошенников на первый взгляд ничем не отличалось от обычной риэлторской конторы. Реклама – офис в людном районе. По мнению следствия, это и вводило в заблуждение потерпевших. Не вдаваясь в детали, люди подписывали документы, думая, что договор о купле-продаже квартиры домов фиктивные. И позже обнаруживали, что жилье уже не принадлежит им. Многие из них теперь стесняются, что оказались в такой ситуации и прячут лица. Они себя уставляют настоящими хозяевами наших квартир, домов. А мы остаемся на улице. И нет прописки. Мотив был приобрести, чтобы мои родственники, ну я сам, они отсюда, с Дальнего Востока, чтобы они приехали, проживали здесь. Им пришлось вернуться обратно на Дальний Восток, так как здесь проживать негде. По мнению следствия, схема работала два года и дала сбой после многочисленных обращений потерпевших в полицию. Свою вину подсудимые не признают. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По каждому эпизоду. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.